Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию я представлю первенец советского кораблестроения. Это легкий крейсер «Киров». 22 октября 1935 года на Балтийском заводе в городе Ленинграде был заложен этот крейсер. Назван он был в честь русского революционера Сергея Мироновича Кирова. Этот корабль воплотил в себя все лучшие достижения того времени и стал гордостью советского кораблестроения. Свою родословную этот корабль ведет от итальянских крейсеров типа «Кондетьери». На основе документации, полученной от итальянских инженеров, советские кораблестроители сумели создать уникальный проект, получивший обозначение «Проект 26». Работой руководил Анатолий Маслов, а артиллерией главного калибра занимался Дмитрий Устинов, будущий маршал и министр обороны Советского Союза. Артиллерия на этом корабле действительно была мощной. В трех башнях располагалось 9 орудий калибра 180 мм. 100-килограммовый снаряд летел на дальность до 38 км. Такие орудия стояли только на кораблях Советского флота. Помимо орудий главного калибра, на этом корабле располагались и артиллерийские системы противовоздушной обороны. Это были орудия 100-мм дальнего боя. Также располагались в кормовой части 6 орудий 45-мм, уникальные полуавтоматические орудия. На корабле были установлены и еще пулеметы ДШК. Их было 4. Располагались они пообортно. Также на корабле по левому и по правому борту располагались два трехтрубных торпедных аппарата 533 мм. Для ведения разведки и корректировки огня на корабле использовались два самолета типа Кор-1. В состав Балтийского флота легкий крейсер Киров вошел в 1938 году. А свое первое боевое крещение он уже получил в 1939 году, в период Советско-финляндской войны. В годы Великой Отечественной войны легкий крейсер Киров был под пристальным вниманием немецкой авиации. Чудом не погиб в Таллинском переходе. На тот момент на крейсере находился главный штаб Балтийского флота во главе с контр-адмиралом Василием Трибуцем. 24 апреля 1942 года вмерший в лед легкий крейсер Киров подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. Было уничтожено несколько зенитных орудий 100-миллиметровых. Была снесена грот мачта. На кормовой части этого корабля начался пожар. Немцы ликовали. Они думали, что навсегда расправились с этим кораблем. Но буквально через год прогремели первые залпы аркеллерийских орудий этого корабля. Они били по немецким позициям. Легкий крейсер Киров до завершения блокады находился в Ленинграде. После блокады корабль стал выходить в море. Свою боевую службу он нес в составе флота до 1975 года. В настоящее время две его 180-миллиметровые башни, как памятник кораблю, установлены на морской набережной Васильевского острова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok